Поводом для обращения стал скандал, разразившийся на почве слухов и обсуждений в одном из оренбургских телеграм-каналов. Речь идет о торгах на питание для школ и детских садов. Автор сообщил, что глава города Владимир Ильиных требовал от начальника управления образования Ларисы Бебешко заключить контракты на поставку питания с Екатеринбургской компанией, вопреки закону. Позже данную информацию опубликовали некоторые официальные СМИ. В администрации сообщили, что это не соответствует действительности. Ситуация уходит не только за рамки здравого смысла, но и за пределы правового поля. Администрации будут инициированы обращения в органы ФСБ, Управление Роскомнадзора и МВД с целью установления авторов анонимных ресурсов, а также проведения проверки законности размещения в официальных СМИ информации, несоответствующей действительности домыслов и слухов, порочащих честь и достоинство муниципальных служащих, подрывающих основы государственного строя Российской Федерации и дискредитирующих работу городской мэрии. От комментариев нашему телеканалу в мэрии отказались. Сообщив, что в настоящее время официальную позицию готовит правовое управление. Журналисты же считают, что такие действия нецелесообразны, но уместны. Ну, на мой взгляд, любому госоргану не пристало искать авторов анонимных телеграм-каналов. Таким образом, они подводят неизвестный источник в мессенджере на один уровень с собой и делают его с собой равным соперником. Ну, даже с точки зрения любого властного пиара, такие действия, ну, они могут просто убить репутацию, потому что это, как говорят, соперники из совершенно разных весовых категорий. Ну, лучший способ для власти в данном случае – это, наверное, игнорировать, если они с чем-то радикально не согласны. Каждый должен вправе защищать свои права, свои свободы. Это с одной стороны смотрим, с другой стороны. Не люблю давать советы, но все-таки конструктивный диалог и ответы на критику иногда лучше, чем угрозы. Если будет обнаружен тот, кто стоит за телеграм-каналом, но это очень сложно доказать, это очень сложно выявить, там ситуация двоякая. Во-первых, надо будет доказать, что это непосредственно он написал. Во-вторых, у нас могут быть и заказчики той или иной информации, которая публикуется в телеграм-каналах. Вариантов очень много, смотря что он написал, в том числе и привлечение к уголовной ответственности по различным статьям. В феврале этого года издание «База» сообщило, что деятельность одного из крупнейших телеграм-каналов, который публиковал обличающие сведения на чиновников и бизнесменов, прекратила служба экономической безопасности ФСБ. После этих событий была волна дианонов, авторов других телеграм-каналов с подобной тематикой. В Оренбурге есть свое телеграм-комьюнити, которое насчитывает тысячи читателей. Как дальше будут развиваться события, какие действия предпримет мэрия и к чему это приведет, смотрите в следующих выпусках новостей. Наталья Богданова, Данила Комаровский, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.